Всем привет! Сегодня я вам расскажу о нескольких ложных стереотипах о американских школах. Расскажу, как тут всё есть на самом деле, и то, что вы видите в фильмах, это совершенно неправда. Первое. Вы видите вот этих прикольных, красивых мальчиков в американских школах, которые в старшей школе, все такие девочки, мальчики красивые ходят. Это неправда, потому что там все актёры, здесь всё на самом деле по-другому. Мальчики здесь такие же обычные, как и в России и везде. Да, у них есть английские и американские имена, и это прикольно. Американский акцент, но в целом здесь нет таких огромных здоровых парней, все выглядят на свой возраст. Второе. Школьный автобус — это круто, его все обожают. Нет, я ненавижу школьный автобус. Я ездила на школьном автобусе два года, и это самое ужасное, потому что там жарко, там работает плохо кондиционер. Он постоянно утром забирает всех, то есть тебе нужно объезжать весь город, чтобы поехать в школу. Там также орут постоянно ученики, то есть там ездят с первого по одиннадцатый класс люди, и особенно вот эти маленькие школьники, они постоянно орут, они лазят везде. В общем, это капец как неудобно и вообще не вариант. Третье. Здесь не существует популярных девочек-мальчиков, как это бывает в американских школах. Здесь все равны. Ну, лично мне так показалось. Здесь, конечно, существуют свои маленькие группы людей. Здесь нет таких крутых, выдающихся мальчиков-девочек, которые потом будут издеваться над другими, которые, знаете, вся школа расступается, они вот так вот идут. Нет, такого здесь не бывает. Следующий стереотип, что здесь подают бургеры, картошку фри на обед. Да, иногда там раз в две недели такое бывает, но я вам скажу, что это ужасно. Я вначале, кстати, любила здесь еду, потому что, наверное, в контрасте Америка с Россией здесь, конечно, намного лучше. Еда и качество. Здесь ты просто приходишь, ставишь как бы поднос, набираешь, что тебе нужно, уходишь. Но потом я просто поняла, что нет, спасибо, я лучше буду приносить свою еду. Здесь, кстати, есть микроволновки, и, то есть, все удобства для тех, кто приносит свою личную еду, ты можешь разогреть и просто поесть везде. Еще один стереотип насчет вечеринок. Да, на самом деле здесь очень крутые вечеринки, на них я была несколько раз. Там с бассейном иногда бывает, но не настолько, как в американских фильмах, когда там очень много народу, все стоят с такими одноразовыми стаканчиками, пьют там, ну, постоянно. Тут, конечно, много все круче, чем в России, но не настолько, как вы думаете. Здесь все как-то более приземленно, можно сказать. Здесь никогда никто не списывает. Ну, лично в моей школе так. Здесь никто не пишет шпаргалки, никто не пытается списывать, потому что все тут учатся, все здесь пришли только за знаниями. Вы знаете, я сейчас сижу и думаю, какие есть еще стереотипы про американскую школу, и понимаю, что я больше ничего не знаю. Я училась в русской школе два года назад, ну, можно сказать, три-два. И я вообще не помню, в чем разница, как тут здесь обстоят дела, потому что когда я пришла только в американскую школу, у меня был свежий взгляд на все. Сейчас все для меня обыденное, как и в русской, так и в американской, поэтому я даже не понимаю. Кстати, насчет того, как здесь проходят экзамены или контрольные работы, тесты, все правда, там стоят парты вот так вот по одному, не вместе, все раздвигаются, и все пишут тесты. А когда идут экзамены, мы пишем либо в огромной библиотеке, то есть весь поток пишет вместе, также парты раздвинуты, или либо мы писали один раз экзамены в конце 11 класса, вообще в актовом зале, можно сказать, это называется. И да, кстати, у нас здесь система по буквам идет, типа A, B, C, D, E, F, и F, это уже, типа, ты завалил. Да, тут все по буквам.